Здравствуйте! Вы на канале с Ольгой на 6 сутках. Вот такая сегодня красавица котлея появилась в моей коллекции орхидеи. Это уже не первая моя котлея. Как ухаживать за котлеями, какие условия должны быть для их роста, как их пересаживать, я уже рассказывала в своих видео. Ссылочку я сделаю в комментариях. А сегодня я хочу рассказать, по какому принципу я выбрала именно эту котлею. Во-первых, цветок. Как она будет цвести, мне было неизвестно, поскольку это был бутон. И вот раскрылась она у меня уже дома. Были там и двухцветные цветы, может быть, я бы их и выбрала. Но мне не понравилось то, что они уже отцвели, уже цветы пожухлые. А уценочку в магазине не сделал. Всё-таки надо как-то поощрять покупку покупателей таких уже увядших орхидеи. Ну вот я выбрала вот эту. Она была единственная, которая была с большим количеством бутонов. И я могла купить и полюбоваться её цветением. А не удалять засухшие и завядшие бутоны, которые отцвели в магазине. Итак, по какому принципу? Ну, во-первых, я посмотрела состояние листьев. Вы видите, что листья довольно-таки без поражений болезнями, вредители. Вот это разводы от опрыскивания. Они должны стереться. Даже вот они уже стираются. Один листик здесь сломанный где-то. Вот он был, висел. Вот этот листик. Я его удалю. Ничего страшного. Что же делать? Вот сломали. Вот это вот остатки уже отцветшего цветоноса. Тоже я обрежу. Вот эти чешуи. Кто-то их удаляет, кто-то и оставляет. Но мне немножко не нравится, что они такие, как немножко похожи на сажевый грибок. Хотя это не заболевание. Просто издержки содержания этого растения. Я их всё-таки удалю. Они мне будут чистенькие. Видите, небольшой такой налёт чёрный, похожий на споры. Просто где-то они были подмочены, вероятно, при опрыскивании. На них завёлся сажевый грибок. Особо он не вредит орхидее. Но приятного, конечно, нет. Теперь резома. Вот она наверху. Конечно, здесь есть позеленевшая кора. Её можно просто убрать, заменить. И кусочки небольшой мха. А вот мох я тоже убираю. Я всё уберу, отщипну. Вот. И такие вот камешки. Корневая система довольно-таки в хорошем состоянии. Вот отрезом идут корни. Есть молодые росточки. Так что есть шанс, что она зацветёт. Вот этот лист, это механика. Это механическое повреждение. Просто вот эту часть я отрежу. Ну, пожалуй, вот и всё. То, что там внутри, я, конечно, не могу знать. Но, судя по верхнему состоянию корней, корневая система должна быть в хорошем состоянии. Резома тоже, вот видите, она вся наверху. Никаких таких следов загнивания нет. Так что вот более-менее мне вот понравилась вот эта орхидея по своему внешнему виду. Остальные были, кроме того, что вот они отсвели немножко, там не было такого количества молодых росточков. Вот, и ещё там был выбор из двухлистных и однолистных орхидеи. Вот это однолистные орхидеи. То есть, видите, у неё из бульбочки по одному листочку. Такие орхидеи цветут на коротком. У меня всё-таки, в основном, они у нас цветут зимой. Зимой день короткий, у меня не везде есть подсветка. Поэтому вот это вот такое её преимущество. Надеюсь, что она у меня зацветёт. Ну вот, такая вот новиночка появилась у меня, такая красавица. Ну вот, если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ещё будет видео о других видах орхидей. До встречи на моём канале.